всем привет ребята сегодня хочу видео записать как не уставать на двух работах как не уставать работаю на двух работах сейчас выключили у нас свет и у меня появилась возможность сейчас потухнет все совсем компьютер потухнет это печенье это значит что сейчас и короче резервная аккумулятор да вообще он потухнет и совсем программа закроется и надо будет ждать пока все снова включится это часа два не нужно сидеть на рабочем месте и специально убрала все признаки убрала все признаки чтобы нельзя было опознать что это за бренд это вторая работа вторая торговая точка дверь не буду закрывать потому что люди могут войти с улицы если что поставлю на паузу потом смонтирую вот но продать сейчас можно только за наличку поэтому я буду все время во благо использовать ну а дверь пускай будет открыта чтобы люди кто с наличкой зайдет могли что-то купить я буду так поглядывать чтобы никого не напугать ладно короче о чем сегодня будет в общем вот все совсем потухло будем записывать видео что хочу сказать на две работы я уже устроилась так получилось не хотела я на 2 я просто хотела найти подработку чтобы все свободное время заниматься своим любимым делом но так получилось что я как бы собеседование прошла одновременно пошла что искать куда подработка везде подряд заходила и спрашивала и в общем на одну точку вышла попробовалась на вторую точку меня сразу согласили пройти пробный день и в общем на одну точку сразу взяли продуктовый да она другую точку взяли другую более молодую девочку сказали что у него опыт есть вот в этой сфере соответственно меня не взяли а через какое-то время где-то через месяц на первой точке я уже месяц проработала и потом мне позвонили со второго магазина сказали что тот магазин себя в общем магазин ну это девочка себя показала не очень хорошо что-то там у меня были косяки и в общем короче выходите вот я такая думаю как все это в общем я уже привыкла к первому месту вроде как хотя там ну небольшая совсем зарплата буквально я воспринимала как подработку эту точку ну короче вышла на вторую во второй магазин да и мне сразу сказали будете месяц стажироваться потом сдадите экзамен и потом там уже всякие няшки и бонусы вот но сразу трудоустроили я для меня это как бы момент важный потому что если вы знаете я всю жизнь работаю на себя фриланс не фриланса но в общем сама на себя у меня как-то чтобы трудовые права отношения как-то не очень хорошо оформлены в общем мне нужно было навести порядок в трудовой книжке все такое я подумала это хороший момент хороший повод в общем почистить трудовую книжку все там пускай меня найдут порядок я общем отнесла трудовую книжку мне нашли там каких-то кучу каких-то несоответствий чудо там выясняли в итоге я это все перевела в позитив сказал ладно это тоже это тоже надо то есть к возрасту с возрастом всякие пенсионные дела надо сделать пускай будут но во что это вылилось вылилось этого то что мне нужно теперь успевать работать на двух работах ну то есть я опять же подумала буду ли успевать ну как бы да но поскольку расходы с этими переездами большие в общем пока обустроишься пока то сел короче думала на деньги нужны по поработаю и график такой три через три в общем я три дня там три на другой точке три дня в одном месте три дня в другом месте и сейчас я так сказать проверяю свои человеческие резервы на сколько мне хватит насколько быстро я выгорю сдуюсь не сдуюсь то есть теоретически можно было успевать и там и там работать при правильном при правильном подходе вот если это кому-то будет полезно то воспользуйтесь этими советами может быть вам тоже это поможет итак какой у меня был главный критерий вот давайте так назову первая . продуктовая уже где-то делала видео до 2 . в общем магазин сетевой не буду как бы я его озвучивать потому что я там подписывала контракт что не контракт что очень что никакого разглашения информации нежелательно хорошо не буду я думаю полосочки зеленые ни о чем вам тут то есть это не будет брендовый стиль до какой-то короче не опознает кто не знает в общем сетевой магазин в отличие что что у меня что мне понравилось я всегда рассказываю что я все всю информацию которая мне поступает я ее всегда стараюсь положительном ключе воспринимать и видеть плюсы то есть на первой точке продуктовом магазине там мне нужно было знакомиться с товаром понять весь ассортимент понять как устроена небольшая продуктовая . там поставки товаров вот научиться делать все там развешивать расфасовывать это когда-то у меня была мысль а вот бы устроиться какой-нибудь такой простой фасовщицы чтобы работа была где надо было думать ну вот чтобы просто руками работаешь голова не думает чтобы не уставать вот ментально вот пожалуйста мне говорят ну вот попробуй расфасовывай приходящие товары и вот тебе будет счастье вот вторая короче говоря . здесь совсем другое здесь программа 1с стоит на компьютере здесь все сетевой магазин здесь все устроено так что ты в общем то никакой инициативы сам не проявляешь то есть на первой точке должен товар как можно быстрее как можно быстрее его продать для этого этого должно показать лицом покупателю там общаться с людьми уговаривать увлекать рассказывать вот такого бы энергии энергозатратная такая деятельность немножко в том числе это должен слушать что тебе люди в ответ говорят такая вот до работа то есть люди 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 вот то здесь ну вернее на первой точке как бы инициатива приветствуется то есть чем ты больше и плясать будешь перед покупателем тем лучше на второй точке здесь нельзя здесь нельзя инициативу проявлять никакую здесь ты должен четко соответствовать как товар разложить как товар предлагать какой ценник должен висеть какая акция бирочка с акции должна висеть в общем ничего не сам не заказываешь со склада сам склад отслеживает сколько товаров продано сколько товаров осталось и вот сами они анали аналитику проводят что тебе нужно что на точку нужно поставить с одной стороны это хорошо то есть из плюсов я воспринимаю здесь плюсом то что я осваиваю программу 1с интересно быстро как бы то есть это раз новые знания такие да во-вторых у меня у меня было подспудное конечно желание то есть я поняла что работа в общем-то не пыльная не там не то есть везде работа такая что есть свободное время как свободное то есть не так что прямо 3000 покупателей в день доедут и придут люди там продаешь что-то но ты у тебя есть время чтобы там не знаю что то еще поделать вполне можно то есть если ты организуешь свой день таким образом что как бы все 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 что нужно сделал остальное время ты можешь там нельзя что-то еще успевать делать и я задумала что и на той и на другой точке я могу успевать еще делать работы какие-то свои из кожи то есть если их правильно допустим дома заготавливать какие-то заготовки делать да то например стоять шить мы так механически руками вполне можно было и на той и на другой точке момент когда нет покупатель такая у меня была задумка ну изначально и я воспринимала что может так получиться в общем думала на попробовать еще один критерий важный для меня я уже ну как бы за всю молодость за свою за всю жизнь я много предприятий таких организаций видела где очень важно я обращаю внимание на то как устроен как вообще работе рабочее место устроено то есть что это за помещение хорошо в нем комфортно не комфортно жарко не жарко холодно не холодно ремонт и не ремонт чисто не или грязно проходимость какая какого контингента заходит да то есть с кем приходится взаимодействовать как все устроено работаешь ли ты в толпе людей в команде либо ты работаешь один в помещении что немаловажно для интровертов я уже давно интровертом стало то есть если по молодости вас привлекает может например коллектив и веселуха да там как у нас все поработали пошли покурили пошли чай попили какие-то проблемы вместе обсудили то есть вот над таких работах работать на таких местах работать очень весело в таких офисах таких но кпд собственно кпд очень низкий мне кажется если только не сильно замотивированные сотрудники если это не какой-то единый интересный проект где все вот включены в этот проект основном у нас работа такая у всех то есть время провождения чего-то поделали посетили по в общем посмеялись поигрались в общем такой вот еще и я на таких работах тоже работала где много людей и иногда там тоже устаешь от того что ты вынужден ну как бы не только болтать со всеми но и всех еще выслушивать и в общем если по молодости это интересно то с возрастом эта информация уже воспринимается как может мог бы и не слушать да вот это все зачем мне эта информация там кто там что у кого дома в общем поэтому я оценила что на второй точке я буду работать одна то есть у меня есть сменный человек да но три дня и один три дня другой и ты три дня в общем-то пройдешь все эти экзамены будешь работать один то есть ты и покупатель и все и тишина и вот компьютер программ это тоже я восприняла как плюс то есть для меня важно дозированно расходовать энергию чтобы ее хватало ну как бы на две работы но поскольку эта работа с людьми и там и там что может нам сберечь энергию да то есть что такое вообще усталость устает человек когда он приходит как выжатый лимон бывает такое выражение да то есть когда вы много говорите например с людьми когда вы говорите не просто много а отдавая вот кусок себя вот часть там души расход энергии большой не знаю артистов у учителей у адвокатов и юристов то есть когда вы вкладываете в слова энергетику вам нужно там на харизму включать вот это вот расход энергии большой то есть так или иначе вы приходите если там вы не джей на радио или что-то такое делаете да если вы там ведущий какой-нибудь туда тут у вас расход энергии сильный большой и он нужно его откуда-то восполнять люди которые много болтают они как правило ну мне кажется они либо домой приходят вообще молчат либо они болтают так что они вампирят у других вот этот обмен происходит и как бы они вроде бы не устали но как-то вот почему какие-то такие болтуны бесконечные ну я так их думаю что так как в это вампиривание энергии у других людей так вот для себя я решила что чтобы не уставать мне нужно дозированно расходовать энергию то есть помимо того что я с людьми с их с каждым общаюсь общаюсь я минимально не прикладывая к этому вот эту за эти горловую чакру там без напора вот здоровались но очень так тын-тын-тын-тын то есть я даже не включаю громкость голоса тихий голос да и если я включу и на громкую буду зазывать на покупателей знаете то я приду точно без сил но я для себя такой эконом режим поставила такой вот приглашенный голос и в принципе я вижу что за месяц ничего не произошло никто не жаловался что им там чуть не слышно хотя на первой точке все время гул холодильников промышленных идет такой вот гул прям здесь вот на этой точке тишина на той точке шумно шумно и второе от чего устаешь то есть помимо расхода энергии вот именно когда общаешься второе от чего устаешь это отком от условий в общем в общем условия на 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 рабочей точке где вы работаете соответственно если у вас оптимальная температура воздуха там 20 градусов примерно да это комфортно если у вас там холодно или жарко или душно или пластиковые окна такие что вам не все не продувается вот у вас просто энергия тратится на то чтобы поддерживать мозг в активном состоянии тем более если вы работаете с деньгами с какими-то там важными документами техническими всегда это тоже незаметно незаметно но это ослабляет человека и вы приходите домой вот как какая-то усталость все время вы испытываете усталость то есть здесь тоже нужно либо выбирать рабочие места где все это заранее продумано то есть вы можете таких тех не таких условий рабочих требовать но в крупных наверное компаниях до сетевых каких-то или на предприятии желательно идти сразу вот зондировать какие здания старые или новые если это завод который сейчас их мало да то это старого старые модели завода со старыми зданиями или это какой-то новый возведенный завод где допустим светлые просторные чистые теплые помещения если это какой-то маленький частный бизнес то вы тоже заранее даже не прийти и оценить обстановку что вот вот ваша я всегда вот хожу почему я раньше никогда не хотела даже устраиваться ни на какие вообще работы я ходила по всяким разным организациям просто как потребитель покупатель там или как клиента заходила там какие-то химчистки парикмахерские больницы в какие-то офисы в какие-то предприятия государственной структуры да и я представляла вот рабочее место вот сидит человек вот это его рабочее место вот его обстановка вот в этом он должен провести восемь тире 12 часов у кого какая смена и 5 дней в неделю или там три дня в неделю очень кому сколько на то есть если это из какова нагрузка на психику я всегда выбирал я понимала что в какой-нибудь по молодости я заходила например в какой-то отдел милиции там у нас был там какой-то под номером там первый или второй там ом отдел милиции да и я наблюдала что здание в котором они сидят пятиэтажка силикатного кирпича с грязными заплеванными ступеньками вот знаете так покрашена краской вот эти все коридоры то есть люди все в сером серая форма помимо того что они работают на грязных стуглях сидят а у них такое все старая списанная какая-то мебель облупленная с какими-то углами с какими-то вот знаете как там называются эти вот опилки рассыпанные по углам вот у мебели да дсп развалившиеся и плюс они все курят они все работа нервная люди эти идут там не за куда-нибудь в туалет чтобы курить там вот и рядом стоят какие-то пепельницы с пачками ты такой представляешь что вот такая девочка ромашка хочешь надеть платье на работу и провести как бы рабочий день хорошо но ты бы работал например в какой-нибудь структуре государственной в какой-нибудь силовых структурах я вообще категорически не приемлю для себя вот это вот это вот ничего я вообще не люблю военных красивых здоровенных вот никак потому что люди проводят 80 процентов времени своего жизненного вот таких условиях представляете как это давит на мозг что там за что там с личностью общей становится то есть нет например в какой-нибудь больнице вот у меня подруга знакомая работает долго работала в больнице и работала навсегда свою она любит ну любила что она уже не работает да любила свою работу но как-то у нас не раз разговор зашел я говорю как ты выдерживаешь тенда в 6 утра встать 8 утра уже служебный автобус ее забирает там клад их везут больницу но там еще у нее допустим смена и постоянно такие больные люди которым у которых нет энергии своей они нос на подсосе всегда как бы больной человек это человек без энергии практически и они все на сильно-сильно вампирит она эпатичная очень импат сильный да и И ей вот эта работа, ну, она тоже её выматывала по-своему, потому что надо было каждому пожилому человеку донести информацию, куда идти, на какой этаж подняться, какой кабинет зайти, где какую справку получить, укол сделать, всё такое. То есть медицина. Я её долго говорила, как ты на этой работе? Можно же поменять работу, зачем ты там работаешь? Это же тяжело очень. А ей до пенсии надо было доработать, там, бог знает сколько времени. Но она мне как-то сказала, ну, вот не знаю, вот как-то вот, наверное, доработаю до пенсии. Ну, в общем, я как-то вот готова терпеть такие условия. И однажды я к ней на работу пришла там по своим делам и понаблюдала вот её рабочую обстановку. И что я заметила? То есть помимо того, что у неё очень ответственная работа, я в тот раз удивилась, что она маленькой, вот такой вот миллиметра, наверное, миллиметров 5-4 в длину иголочкой, микро там какая-то прям иголочкой, она делает уколчики в глаза, в мышцу глазную, там, пациентом. Прямо у неё такой конвейер. Один вошёл, другой вышел, вошёл, вышел, вошёл, вышел, вот такое. Я как этого... А я сидела так на кушиточке, так в стороночке, смотрела, как она это делает. А у неё такой поток, то есть она всех отколола, и всё, и мы опять освободились и стали общаться. Я как это увидела, я думаю, ничего себе, какой она профессионал своего дела. Хотя она там не старший доктор, не какой-то там заведующий. Она просто там медицинский персонал, ну вот среднего там или медсестра, наверное, как это у них называется, я не знаю. Я на это внимание обратила, что у неё навык. Навык – это как бы важная вещь, то есть она это делает легко, быстро. У неё лёгкая рука, что называется, то есть рука лёгкая, и пациент ни один не пожаловался, никакого синяка у кого не было, да, ни у кого. Но второе, на что я внимание обратила, на то, что здание, в котором она работает, в котором она проводит 12, условно, часов своего времени ежедневного, здание свежее, современное, построенное по финской технологии. Это была там одна из наших крутых каких-то больниц, ну, автом, короче, глазная больница, глазная больница, которая на весь край строилась. Ну, такая вот известная медицинская, в общем, учреждение. И строили его по финской технологии, по современным нормам, требованиям. То есть у неё широкие светлые окна, светлые, ну, помещения светлые. Все кушеточки у них вылизаны, вот там же всё моют в медицинских учреждениях, там же всё чисто. Они ходят в себе в белых халатиках, то есть у них атмосфера воздуха, температура воздуха приятная. То есть они ходят не в валенках там, а не в сапогах, знаете, с жаркими ногами, а переобувшиеся в босоножечке, так всё халатики и всё это. В общем, медицина, я так это всё посмотрела и думаю, да, в таком помещении, где чисто, светло, у них есть место, где там покушать, например, холодильничек стоит, всё как-то там есть даже место, где там, не знаю, может быть, даже душ принять. То есть я на меня спросила, ну, как ты думаешь, мне стоит на такой работе оставаться? Я сказала, да, ты знаешь, на такой работе стоит оставаться, потому что здесь можно балансировать, то есть здесь можно, то есть ты устал, ты можешь отдохнуть, ну, ты как-то можешь, вот, то есть не так, что ты вот восполнить энергию свою не можешь. Плюс этот навык, который, ну, как бы, его нигде больше не то, что не применишь, просто он, ну, как сказать, квалификация, понимаете, у человека есть, чувство уверенности есть, что она это всё умеет делать, это немаловажно. Второй пример, да, и я ещё смотрела на всякие, знаете, вот, допустим, торговые центры в Бриду, огромное количество, значит, площадей торговых, небольшие точки с одеждой там или с чем-нибудь, с любыми товарами, с промышленными, да, и много-много сидящих, скучающих, одиноких продавцов. Ну, и, в общем-то, у нас торговые центры так активно перестали быть, ну, действовать, да, как бы всё, торговля потихоньку в интернет-магазины ушла. Ну, вот, был период, когда по этим точкам ходишь, смотришь и думаешь, бедные, как же они тут сидят целый день, это же с ума может сойти, ничего. То есть они максимум, что могут в телефоне смотреть там фильм или чего-нибудь такое, или болтать, или болтать с покупателем, зацепившись языком, или вот, то есть люди, которые весь свой день работают за, ну, вот, с выручки там зарплаты, какая-то, может быть, есть минималка, и плюс там с выручки. То есть я думаю, я в эту застрелилась, потому что для меня это, в общем, мне задача, то есть для меня важно, чтобы мой мозг постоянно был включен в какие-то новые задачи, чтобы у меня какая-то новая информация была, чтобы я чего-то изучала, чтобы у меня какие-то были творческие задания. То есть я сказала, не-не-не, я не могу на такую работу, это вообще. Вот, и таким образом для меня это тоже было бы утомительно. А всё, что утомительно, я подвожу вот к этой теме в видео, да, уставать, не уставать. То есть я бы тоже уставала на такой работе от однообразия. И в этот момент я хочу вспомнить, кто у нас эту фразу-то говорил, как мне уставать, ну, то ли Дарвин, то ли Павлов, не помню. Это фраза, да, что такое отдых? Отдых – это смена деятельности. То есть когда я на две точки устроилась, я подумала, что если грамотно распределять задания, занятия, ну, как сказать, рабочие процессы, грамотно распределять их, разнообразить, менять, то вполне можно не уставать. И я подумала, на этой точке у меня тихо, спокойно, сетевая структура, компьютер, я интровертное состояние, поток покупателей 20 человек в день примерно, отчетность, то есть все необходимые под руками карандаши, бумажки, там ножницы, скотчи, все, что нужно, все, там телефон городской, плюс еще есть подсобка, где есть место, значит, покушать, холодильничек, там санузел, да, один чистенький сам. То есть как бы ты, задача только от тебя там требовалась, не знаю, два раза в день там сделать влажную уборку. То есть здесь задача совсем такая, вот, например, сделать переоценку, сделать там новые ценники расставить, может быть там что-то еще, ну, какой-то товар принять. Вот приемка товара, это для меня пока еще сложно, это все-таки, ну, я устаю, знаете, от чего? Не физически устаю. Например, там три страницы товаров, ну, вот, а четыре мелким шрифтом. Устаю я просто только потому, что написано мелким шрифтом, да, на пачку, я смотрю, я еще ассортимент вот так вот не выучила, то есть я смотрю в накладные, там, в какие-то, ну, товары, которые, по которым товар приходит, да, там все мелко по-английски немножко где-то, то есть я просто вот это не соответствую. То есть от того, что мозг настолько пытается быстро сообразить, эта пачка – это вот эта позиция, или вот эта позиция – это вот эта пачка. Пачки бывают похожи, там, знаете, здесь там для этого возраста, здесь для этого возраста. В общем, вот момент, когда ты ассортимент еще толком не знаешь, это устаешь на любой точке. Когда ты ассортимент знаешь, и пачку вот так вот смотришь на товар, и в глаза как бы понимаешь, что это за товар, тогда уже не устаешь. Вот. Это было, наверное, первое время, это я понимала, что где-то первые, может быть, полмесяца я буду еще от этого уставать. То есть я буду приходить уставшей именно в день, когда поставка. Сейчас вот уже завтра будет следующая поставка. У меня, ну, третий раз уже я буду принимать самостоятельно. Надеюсь, я это сделаю там за час, за полтора, за два. Все. От чего еще устаете? Вот на первой точке, где у меня продуктовая точка, я поняла, что я постоянно испытываю небольшое чувство дискомфорта. Первое – это звуковая. У меня все время уши слышат звук холодильников. То есть лишние децибелы. Мы проверили там уровень шума. Допустим, человеческое ухо там 45-50 децибелов, что ли, ну, предел. А, к примеру, холодильники промышленные гудят где-то 69-70 децибелов. То есть если в течение 12 часов вы сидите, как бы, и постоянно у вас вот это вот жужжание. С одной стороны, вы сначала его замечаете, потом его не замечаете, но постепенно у вас слуховой канал перегружается. В конце дня вы такой, знаете, немножко, ну, вот усталость, как бы, непонятно от чего, но она вот усталость. У вас, как бы, нервная система истощена. Второй момент, от чего, например, я устаю, и думаю, люди тоже устают, это от визуального шума. То есть если, вот смотрите, у меня на экране, видите, вот в этом месте пусто, да, вот стена, дверь там, и дальше там рекламная какая-то, крупными буквами реклама, то у меня перед глазами не то, чтобы много тысячи мелких там баночек или пачек или там какого-то товара, да, у меня есть все-таки шкафы, у меня как бы есть товар расставлен визуально правильно, то есть мерчендайзинг здесь включен по полной, здесь как бы правило, есть такое правило расстановки товара. В конце концов вы привыкаете, что на этой полке стоит один бренд, на этой полке другой бренд, и вы привыкаете, что как бы вот некий порядок. То на той точке вроде бы все то же самое, но товаров много, помещение меньше, света меньше, гул холодильников, и постоянно у вас перед глазами много мелких вот, как бы объяснить-то. Ну, короче, глаза у вас постоянно смотрят на множество мелких предметов, там у нас какие-то аксессуары висят для телефона, батарейки, что-то такое, да, но неважно, вы можете быть, не знаю, среди одежды сидеть, продавать одежду и тоже как бы от этого, то есть вот визуальный шум, то есть у вас слуховой канал напрягается от звука, визуальный канал у вас напрягается от того, что глаза постоянно видят вот, не то, что, знаете, там цветы в поле вы вдаль смотрите, а вы смотрите всегда на близком расстоянии множество мелких предметов. Это как бы тоже такой незаметный источник усталости. Вот, вы приходите, как бы, понимаете, что нервная система у вас очень сильно вымотана. И плюс, если, например, физически, ну, физически там, если бы у вас там был еще какой-то физический, ну, физическая нагрузка, да, то добавьте сюда еще физическое, но, как правило, если у вас меняется деятельность, например, умственная, физическая, умственная, физическая, то вы как раз бы отдыхали от смены деятельности, вы бы не так сильно уставали. И поэтому, когда там какие-то приемки товаров, например, мне там нужны какие-то коробки, там чего-то достать, распасовать, я не ощущаю сильной усталости, честно говоря, я там, хотя у меня постоянно болит спина, там все такое, там, я как бы не молодая девочка, да, но, тем не менее, не ощущаю я такого, там, знаете. Кто-то, например, рассказывал бы мне сейчас, что вот от кондиционеров можно устать, скажем, вот переохлаждение, да, когда одним жарко, другим холодно, кондиционер включается, там, например, на 19-18 градусов, да, для того, чтобы мозг хорошо работал. В этот момент мозг хорошо работает, например, хорошо для бухгалтеров, для юриста такая температура в комнате, комфортно. Но вот, например, тело ваше заныло бы там через какое-то время, ну, может быть, там, горло или там уши бы заболели у кого-то, да. То есть вот эти моменты тоже все равно соотносим, то есть устаём, не устаём. Ещё один момент, от чего бы я, например, от чего я думала, что я буду уставать, это от лишнего общения. То есть общение, если оно на уровне, когда не по делу, а когда, вот, бывает, что сотрудники, ну, стоят вот между собой, допустим, болтают сотрудники магазинов, там, да, или вот, ну, вот нет продавцов или покупателей, да, вот люди просто стоят болтают. Или там в офисе где-то там нет задания, сейчас пошли все там курить, и там болтают. Вроде бы это развлечение, но если вы в течение дня вот так вот бесконечно с кем-то находитесь в... Сейчас, секунду. Люди попытались прорваться. Выбежала, сказала, что светами. Вот. Ну, в общем, я думаю, что ещё один источник усталости, это когда вы понапрасну сливаете энергию во время болтовни разговоров. Как, помните, в любом офисе, да, в женский коллектив, либо мужской коллектив, люди как бы любят делиться. Ну, как вот делиться? С одной стороны, это развлечение, вы стоите, общаетесь. С другой стороны, вы воспринимаете ненужную вам информацию. Что у кого дома, какие-то сплетни, какие-то обсуждения друг друга, других сотрудников. По-честному, я от этого устаю тоже, очень даже сильно, потому что мозг забивается информацией, не только информация, а как бы вас включают в какие-то, вас включают в чужие какие-то разборки, сплетни, какие-то обсуждения, осуждения. То есть вам, в принципе, эмоционально готовы не подключаться ни к каким проблемам, да, вот общечеловеческим взаимоотношениям. Но бывает так, что когда в коллективе несколько, много людей, вот эти группировки, вот эти расстановки по кучкам у людей, всегда есть какой-то червячок, заводила, да, который вот пока со всеми не переобщается, не переобсудит что-то, ну, короче, не успокоится. И поэтому вот это для меня, например, это тоже источник усталости. Вот когда я на второй точке увидела, что я буду работать одна, меня с кем будет, вот знаете, ежедневно ни о чём болтать, о чём-то, о чём-то мне не нужно. Я это как плюс восприняла, что я буду в тишине, то есть если мне нужно пообщаться, я включу, может быть, компьютер в свободное время, там какой-нибудь, тут можно, кстати, тут есть интернет, можно, имеется в виду, что есть лёгкий, свободный и безлимитный интернет, то есть когда вы всю работу поделали, вы можете там, не знаю, полчаса, не знаю, какой-нибудь кусочек фильма посмотреть или что-нибудь, какую-нибудь передачу интересную для вас. Тоже, тоже, тоже один из источников, ну, усталости. От чего ещё можно уставать? Я думаю, что люди, некоторые, те, которые зависимы от голода и от, ну, наверное, от холода, я не знаю, ну, давайте про голод поговорим, вот есть люди, которые совершенно не могут терпеть голод и, допустим, когда они голодны, они раздражительны, и вот это раздражение, это же тоже расход энергии, да, то есть когда человек не может вовремя, например, пойти принять пищу, ну, там, какое-то нережимное предприятие, да, но вот он уже, как бы, голодный, а ему нужно ещё работать, а до перерыва ещё долго, и вот он стоит и как бы вот тратит энергию на то, что он вот ждёт этого перерыва, там, злится на людей, а это тоже источник усталости, как мне кажется, то есть я, например, человек, который к пище относится, ну, то есть для меня голод не является источником тревоги, я устаю от недосыпания, вот, например, если я не доспала, недовыспалась, да, не выспалась, то тогда для меня рабочий день будет никакой, я, у меня КПД будет очень низкий, у меня нервная система не восстановилась, и я прихожу на работу, вот, уже такая, ну, выжатая батарейка, как бы, разряженная, поэтому для меня, например, важно, чтобы нервная система восстановилась, а есть люди, которые восстанавливаются с помощью физической, вот, им важно поспать и поесть, вот, утром, или когда, и в обед, всё по плану, тогда они совершенно спокойно могут, сейчас, опять делать, ну, вот, какой у нас, после всего этого, будет вывод, что, когда вы устраиваетесь на работу, и сейчас очень важно любой доход иметь, да, ситуация в стране такая нестабильная, я всё-таки две работы хотела бы попытаться удержать, но последние буквально несколько дней я стала чувствовать, что у меня такая усталость уже начинает появляться, вот сейчас я проанализировала, и понимаю, что я ничего по коже, по своей поры, ну, по, по кожаным, короче, изделиям, очень мало сделала за это время, но несколько дней назад на одной из точек было очень душно, прямо было солнце на улице, такая, и помещение непроветриваемое, и нет кондиционера, и мы были очень, во-первых, допустим, для меня источник тоже, это когда у меня голова болит, если заболевает голова, а голова заболевает, когда отсутствие кислорода, да, а кислорода нет, когда сужаются сосуды, в общем, вот если нету источника, вот, свежего воздуха, всё, головная боль, это то, что я не могу терпеть, некоторые зубные боли не могут терпеть, я не могу терпеть головную боль, поэтому, вот, это было устало сильно, сейчас я пора анализировала, я понимаю, что я не сделала ничего, как бы на своей третьей работе, по изделиям кожаным, только потому, что я несколько лет не уставала, и, в общем-то, были капризы, и мы стояли и думали, ну, вообще, там уволиться, что ли, бросить всё нафиг, неохота, так тяжело, так всё вообще мучительно, и время тянется очень долго, время тянется вот, ну, как-то вот, знаете, в этот момент любой сотрудник будет у вас капризничать, будет говорить, всё ему не так, всё ему не то, все будет ссориться, начальству жаловаться, начальству будет разгражаться, потому что у него сотрудники такие нетерпеливые, ну, вот сегодня денёчек другой, погода изменилась, сегодня прохладно, и на ту, и на другой точке, и тихо, спокойно, и свежо, ну, воздух совершенно другой, и голова ясная, можно работать, и даже вчера был выходной день, то есть день прошёл лайтово, и сегодня вот два часа, нет света, то есть солдат спит, служба идёт, как бы на такой работе, почему бы не работать, да, то есть вот в эти моменты я воспринимаю, что да ёлки-палки, работа, ну, не бей лежачего, ну, сделала всё, и сиди, спи, отдыхай, почему не работать, то, что и там, и там немного платят, это вопрос, почему я, собственно, на двух работах, потому что зарплаты не набирается, если бы была на каждой, на одной из точек была зарплата, которой бы хватало на всё, я бы, конечно, не раздумывала, ну, какой-то, на самой интересной, лёгкой, я бы там и осталась, то есть платят больше, и работы меньше, но если там и там недостаточно, то ты уже задумываешься, как бы так совместить, то есть почему всё это видео записано, потому что сейчас народ, старается как-то, видите, народ беднеет, зарплаты везде урезают, какие-то люди в отпуск пытаются, там, как-то их сокращают, увольняют, там, или в отпуск, типа отпускают, только из этих соображений, да, приходится удерживаться, и плюс, подсознательно у меня всегда есть своя цель, своя личная цель, то есть у меня нет никаких приоритетов, какая работа для меня важнее, та или эта, что мне не нравится на сетевой работе, кстати сказать, мне не нравится, что за небольшую сумму, да, денежную, хотят купить всё моё время лично, то есть меня начинают дёргать, помимо рабочего времени, то есть что мне здесь не нравится, что подключают нас в какие-то чаты, в ватсапе, какие-то группы, где постоянно какая-то идёт переписка, о каких-то рабочих моментах, я так посмотрела, открыла, это вообще мне не нужно, вот, я сейчас думаю про колбасу, ну, то есть про продукты, я сейчас на продуктовой точке, я не хочу думать про вот эти вот, вот этот вот ассортимент есть, не хочу, а какие-то другие там рабочие моменты там, ну, важные, я, конечно, отвечаю, созвонились, договорились, всё, но если это подход такой, что ты в корпоратив, корпоративная культура бренда такова, что ты должен всё своё время думать о том, вот, знаете, о том, чем ты занимаешься, если мне ставят в упрёк, что почему ты там, мы думали, что у тебя это в приоритете будет, ребята, я у себя в приоритете, моё личное спокойствие, комфорт и, ну, свои личные интересы, как бы я вот так к себе отношусь, время, которое я прихожу на работу, я посвящаю, вот, я включена в этот процесс рабочий, я ушла, я нахожусь на другой точке, там совершенно другой рабочий процесс, там другие требования, там другое требование к проявлению инициативы, да, то есть там нужно, ну, разговаривать с покупателем, предлагать, там продавать товар, который скоро может испортиться, всё такое, то есть, как бы шевелиться, здесь шевеление категорически не приветствуется, то есть делаешь всё чётко, по инструкции, тын-тын-тын, алгоритм, тебя контролят постоянно, тебя куча проверяющих, там техническая поддержка, да, есть, которая смотрит, как ты с компьютером в программах работаешь, офис проверяет и так далее, но как только я закрываю эту работу, я ухожу заниматься своими делами, то есть у меня в приоритете ещё свои творческие задачи, то есть помимо того, что есть две работы, у меня ещё есть заказы, которые я, конечно, я была уверена, что я их спокойно могу делать, но, видимо, за эту неделю я так сильно израсходовала энергию, что я почувствовала, что нет, я неправильно распределила её, и уже готова была отказаться от одной из работ, но сегодня уже пересматриваю, думаю, это просто был каприз, ты просто не, ты просто слила энергию на какую-то болтовню, вот я там ради социализации, ради контактности пообщалась там с человеком, допустим, чего-то, в общем-то тусовались, да, но работой толком не занимались, что-то поделали, но в итоге я поняла, что КПД низкий, я ничего не сделала ни по коже, вроде, ну, получила там эту зарплату какую-то, да, там небольшую, но, короче, задумывалась о том, что зачем я распыляюсь, может быть, надо оставить одну работу, сейчас понимаю, что нет, надо по-другому подойти, надо подумать, где у меня источник слива энергии, где уходит всё, и опять же вспомнить о тех плюсах, какие были, когда ты устраивалась, посмотри, да, я ещё раз могу сказать, что помещение современное, дом современный, все, как сказать, коммуникации современные, то есть, ты сидишь один, в тишине, в покое, и если я на той точке устану, то я приду сюда за три дня отдохну, если я устану на этой точке, от каких-то таких однообразных дел, я приду туда, и там есть возможность, например, побыть в коллективе, поболтать, посмеяться, что-то похихикать, за общим, ну, вот, за общим таким рабочим процессом, то есть, смена деятельности раз, сразу не идите в места, где вам будет сразу некомфортно, то есть, вы приходите, сразу себе, готовы ли вы стоять, например, в холоде работать, или в жаре работать, или в грязи, там, не знаю, работать, на каком-то базаре, да, там, на рынке, готовы ли вы работать, не знаю, там, не знаю, с сырым мясом, чтобы у вас там муки летали, ну, какие-то вещи есть, которые неприемлемы, да, то есть, каждый для себя выбирает то, что для него неприемлемо, и потом, чтобы вам просто все это совместить, вы себя, вот, первое, что нужно сделать, это вот, ротик на замок, замолчать, выключить этот излишний отток энергии, вот, поставить себя на такой режим, минимального такого, минимальный, газ на маленькую, вы знаете, комфорка газовая, поставить на маленький огонь, то есть, и тогда вас хватит на дольше, если же вы включаете свое обаяние на полную, то есть, включаете газ на полную мощность, да, кострище вот это, от вас харизма прет, вы такой весь, ох, такой, давайте продадим вам, сейчас, я вам сейчас включу харизму на минуточку, посмотрите, как это может быть, ребята, давайте продавать, сегодня будет жарко у нас, богак, можно же и так работать, понимаете, я такой была, когда-то очень-очень давно, и то очень на короткое время, сейчас, монотонно, спокойно, но вы делаете ключевые ударения на тех нужных словах, достаточно, можно тихим голосом говорить очень убедительно, то есть, люди вас слышат, люди, если меня воспринимали, мне сейчас сказали, что когда я пришла, подумали, что я очень робкая, стеснительная, никакая, короче, серая мышь, да, ну, сказали, ну, работает же, еще выручку как-то делают, ну, работает же, как-то, ну, как-то же работает, то есть, люди же не шарахаются, да, все потому, что вы умеете в минимальном, в таком эконом режиме, говорить правильные вещи, то есть, я не говорю фразу, там, из 150 слов или букв, я говорю две фразы, там, одно, два слова, но человек понимает, что я сказала то, что он хотел услышать, то есть, я лишних слов не говорю, говорю вот ключевое слово, там, сегодня, сегодня, или мне говорит человек, идет человек, например, говорит, ну, привезли, я говорю, привезли, понимаете, и он, то есть, каждый понимает, о чем, ему лишних слов не произносить, он идет за конкретным товаром ему не нужно спрашивать общаться то есть расход свой тратит понимаете может быть кстати это одна из причин почему люди идут они же тоже чувствуют в каком магазине они заходят и сливают энергию а в каком месте они вот легко понимаете зашли пообщались буквально вот обменялись энергиями пошли дальше вот такие вещи поэтому я думаю что воспользуйтесь этими советами как не успевать как не уставать не сливать энергию так в эконом режиме когда все ваши понятно что в первое время вы обучаетесь вы конечно тратите время на обучение вы может мозг ваш работает руки ваши устают с непривычки если это физически туда вы устаете от людей вы вы нервничаете от того что вы чего-то не знаете вас могут обижать покупатели потому что вы ошибаетесь там в каких-то там у меня будут была ситуациями там какие-то скидки ничего не получились на меня наехали люди ну что там высказали все это вот знаете дальше смотрите то есть в целом у вас все хорошо поэтому надо пользоваться вот итак я свою харизму включаем крайне редко я ее вернее не выключаю на минимальном режиме чтобы хватило на дольше и тогда у вас источника дохода 2 они один то есть вы там зарабатываете тут зарабатываете и еще пользуетесь благами на каждой на каждой работе да то есть еще что-то вы как во-первых у меня какая была цель я расширяю круг знакомых моя задача сейчас моя моя третья игла ну как бы она для меня была приоритетная но сейчас я его на третье место пока убрала моя была задача это показать свои работы людям да и познакомиться с народом посмотреть расширить кругозор чтобы когда я буду заниматься кожей здесь уже в этом месте чтобы люди могли знать а мы тебя знаем то есть как бы вот это вот граница как бы сказать близости когда доверие к человеку уже возникло то есть вас уже как бы знают вас уже видели на этом месте на этом месте с вами уже к с вами уже взаимодействовали контач или да то есть вот этот шаг он сближает вот то есть уже вам уже вам гораздо быстрее что-нибудь могут заказать доверие больших человек поэтому я не низ я нисколько не считаю что это лишнее время потрачено нет все это с пользой и повторяю что из любой ситуации я всегда нахожу полезное для себя какую-то выжимку использую и потом применяю жизнь ладно чего я вам желаю всем пока целую нас ладно вот так вот так не уставать на двух работах сегодня уже 12 13 день как я работаю без вот так попеременно там 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 может быть через пару дней попрошу один выходной только для того чтобы доделать заказы по коже то завис зависли вот а может быть попрошу два а может быть не попрошу я решила что я один выходной возьму будет за месяц дальше на таком длинном буду в общем посмотрим не буду еще хотела еще один момент рассказать ай ребята простите ну ладно раз уже к этой теме вот джек лондон у него такое произведение было по-моему это какой же какой же какой же какой-то рассказ и повесть не помню в каком произведении но этого джека лондона в общем кит белью вот этот герой у него есть где там они аляску по аляске там они слова подобрать короче он подрядился носильщиком он был белым а там были дети более более выносливые более опытные и они профессия их была заключалась том что они в горы носили тяжести грузы на себе ну там запрягали в том числе и животных по моему там ослов или или булов или кого и на себе таскали то есть через через горы через снега там куда-то надо было занести нести эти грузы и он подрядился вот так с ними и он очень сильно уставал но там шла речь о физической усталости физической усталости и когда он выяснял почему же они не устают так долго а он уже там проделав несколько километр два он уже не мог дальше просто двигаться у него была вот просто физически он был разбитый потом он выяснил у них что он заметил что они долго 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 идут движутся потом они разбивают лагерь останавливаются на длинную ночевку вот они долго отдыхают там сколько-то часов не так что на полчаса не на час они отдыхают они все себя снимают всю поклажу они развиваются раздеваются сушатся там кушают спят отдыхают то есть полностью тело свое состояние покоя приводит то есть лю ну а это кстати между прочим касается тех кто занимается физическим трудом да для вас важно не мозг чтобы отдохнуть чтоб тело полностью отдохло а как отдых отдыхать тело в полностью расслаблен полной расслабленности для расслабленности нужно лечь да или хотя бы развалиться этого прилечь вот как какие условия если можете прийти домой значит лечь там в кровать если вы не можете прийти домой хотя бы в кресле должны как-то вот в общем тело должно расслабиться так вот там вот эти индейцы они полностью расслаблялись во время отдыха они высыпались за несколько часов но затем они снова надевали всю экипировку поклажу на себя и могли двигаться еще целый день просто на навьюченные как вот эти животные и вот этот опыт я в книжке когда читала джека лондона я это случае очень сильно на устно мотала себе запомнила вот это касается тех кто физическим трудом занимается ну а для тех у кого труд вот такой вот так я рассказала такие способы теперь точно все пока-пока давайте